Вот мне 41 год. Что я помню? А помню я практически все из города Магнитогорска, потому как я здесь живу с 4 лет. Представляете, да? 4 года была авария, и меня папа сюда отправил. Потом я уже вместе с бабушкой здесь жил, то есть у меня как-то все в голове нормально. Я помню то самое время, когда мы водичкой своей наслаждались, когда ее можно было просто так пить, без денег. Везде стояли краники. Можно было просто пойти, налить себе водичку и попить. Пивко я помню, то же самое везде было. Хорошая, Магнитогорская, Верхнеуральская еще была. И очень редко из Челябинска привозили. А лотки-то под продажей, водички-то они были, там стоило 2 копейки и 5 копеек. С газом и без газа. И все это дело мы пили. И даже копейку она стоила, понимаете? Копеечка, маленькая копеечка, и можно было себе венералочку налить. Вот. Хорошо я помню мороженое. И так бывало, что стоишь и денег-то нет. Ну, рано или поздно кто-нибудь тебе давал. Вот. Это я помню. Я помню трамваи были клевые, хорошие. Вот. Они все время монетки не сшибали. Вот. Это все было. И это было супер. Что сейчас? Сейчас я каждый месяц открываю и вытаскиваю песок из воды. Что это такое? Это вообще все не должно было бы быть. Но такое случилось. И вот, конечно, я понимаю, что тарифы ЖКХ и новые эти дома, которые везде строятся, везде и всюду мы за все дело платим. Но не хотелось бы. А что теперь есть? А теперь есть такая замечательная возможность поставить фильтры Blue Filters. И вы можете, в конце концов, пить настоящую воду из-под крана. Конечно, все это тяжело говорить в городе, который всегда славился своей водой. И помню то время, и помнится, никто и не говорил о необходимости пить только кипяченую воду. И работники комбината с таким удовольствием пили под минерализованную воду. И было-то это везде. И не буду лить в том, в чем купаются работники ТЖХ, но именно благодаря им мы мерзнем зимой. И наша крутая когда-то вода сейчас с песком. И непонятно, какая она в южных районах города. И вот они дома-то. И это не дома-работяк. Тут вообще много с кого бы я спросил, да немногие ответят. Конечно, было бы проще кипятить воду, но для сына-то как? У нас вода была с естественной минерализацией. И она была из-под земли. Как ее-то поднять и напоить сына-то? И сказки про то, что все валится не для магнитки. У нас металл еще тот, еще та закваска. Но как удалить грязь? Как удалить фтор, которым обеззараживается наша вода? Как достичь нормальной минерализации, а? Да никак. Но помощь пришла из Германии. И это Blue Filter. И кое-что в моей голове-то и не выветрилось. И вот сейчас я вам расскажу, что тут добавлено. Потому как я являюсь еще и лаборантом, химик газового анализа. То есть вот это все дело для меня это просто. Я это дело изучал на третьем курсе института. И за это дело у меня 5 баллов, естественным образом. Когда все это дело принесли, когда я сюда пришел, я понял, что здесь работают и правильно работают. Потому как вот это все и это для очистки вашей воды. Сейчас объясню ситуацию. То, что у нас в воде творится, это кошмар. То, что было раньше, я вам рассказывал. Раньше можно было за копеечку минералки взять и просто можно было водички купить. Это было ранее того, что сейчас. Бардак просто невозможный. Что вот это дело? Это удаляет все примеси в вашей воде. То есть песочек, глина и все остальное, понимаете? Удалили. А вот это дело, оно обогащает. То есть надо понимать, что ко всему просто замечательный подход. Далее, что вот это самое интересное. Видите? Просто вы по-другому и не провернете. Блю фильтр вставляете, крутите и оно вот так и будет делается. Ну а то, что у моего сына, это картриджи. И они вставляются вот сюда. То есть в итоге вы пьете супер замечательную водичку. И вот, когда в дом постучал прилично одетый человек, мы, зная о том, что сейчас нам поставят, то и не побеспокоились. Понятно стало, что все будет круто. А точнее, хорошо. И это работы фирмы, производящей блю фильтр. Никакой бытовой пластмассы. Здесь все должно быть из химически нейтральных вещей. И это то, где правится вода. А то, что внутри. Так вот, вы можете прийти в фирму и вам покажут. А можете просто привлечь специалиста. И он вам в 100% случаев продемонстрирует то, какую воду вы пьете. Ну, если только у вас не блю фильтр. Кстати, схема эта не только в домах горожан. Она качественным образом меняет воду из вашего коттеджа. И цена установки в сравнении с ценой коттеджа – это как двое окон с торяным стеклопакетом. Вот только воду это пить вы будете постоянно. А смена фильтрующего элемента – это 2000 рублей. И то не каждый год. Конечно, когда-то я бы сказал так, что Магнитогорск вообще не должен был воду охлаждать, препарировать, что-то с ней делать. Потому как в свое время мы пили замечательную воду. К нами приезжали из Москвы, из Екатеринбурга. И все восхищались нашей водой. Но вот что-то поменялось. И вода у меня сейчас стала не совсем та. Если я пью неочищенную водичку, я там с утра в туалет хожу. А такого-то раньше не было. Но сегодня и сейчас. Вы тут недавно работаете. Сколько людей к вам обращается? Мы работаем уже примерно около 5-6 месяцев. У нас уже более 500 клиентов. И с каждым месяцем у нас возрастает как раз-таки ажиотаж. Потому что у нас как раз-таки раньше вода была намного лучше. Как вы уже сами успели заметить. Сейчас, конечно же, ухудшения идут. Даже посмотреть, у нас постоянно идут объявления, что ухудшения воды. Сами же понимаете, трубы какие-то тоже. Поэтому с каждым годом все больше появляется людей, которые заботятся о своем здоровье. И это хорошо. Конечно же хорошо. Заботятся о своем здоровье, о здоровье своих детей, семьи своей. Это замечательно. Теперь по времени. Сюжет этот 5-7 минут. Ну, конечно, евро. И это снимает то, что может быть из чугуна. Кстати, абсолютно не каждому дано, но каждый может себе позволить пить настоящую воду. И по времени. Мы, недолго думая, и в пылу бесед установили блю фильтр за срок в 4 раза больше, чем этот сюжет. И я в очередной раз теперь уже пью правильную воду. А теперь экономия. Во мне 100 килограмм. И мне 100% необходимо пить 2-х литровку минералки каждый день. Теперь считаем. 50 рублей воды каждый день. В месяц 1500. В год 18000. Блин, практически поездка в жаркие страны. А если это на троих, то еще более выгода становится очевидна. И потратить 2000 на фильтр, дык это легко. Да, господа. Вот так и потихоньку мы вас научили ездить на газу и пить нормальную воду из-под крана. И наши поездки в жаркие страны станут для нас обычным делом. Вот она такая, да, наша судьба. Мы живем в преддвериях гор. По идее бы все у нас должно было быть чисто, но такого не происходит. Вот. Как вот у нас везде. Как вот большие, как вот маленькие. Везде, понимаете? Вот что это такое? Это центр города, да? И вот это все мы пытаемся пить. Надо ли это делать? Думаю, не надо. Думаю, стоит поставить себе фильтр от германской компании Blue Filters. Пить настоящую, качественную воду.